Всем привет! Это Саша Зава, преподаватель My Color! Сегодня мы с вами хотим поговорить на такую интересную тему, как зажимы. Все очень любят в инстаграмах, в ютубах говорить про психологические, физические, шейные, там, всякие зажимы, которые очень сильно влияют... Любимый челюстной. Челюстной зажим, да, и зажим лето, которые очень сильно мешают нам, нашим ученикам, петь. И куча спекуляций, есть на этом очень много реклам, на людей это очень сильно влияет, да, особенно, когда говорят, что зажим психологический, потому что психология очень влияет, это кажется чем-то очень умным. И сегодня мы бы, да, хотели, с одной стороны, развеять какие-то мифы, с другой стороны, реально разобраться, есть ли какие-то зажимы у нас, и как они влияют, или, может быть, наоборот, там, как-то голос влияет на зажимы и так далее, на их появление. В общем, да, сегодня у меня в гостях Антон Коваленко, и он, как человек, который умнее меня, будет сегодня разговаривать. Все, теперь не облажайся. Давай, вот туда, не на меня. Это человек, который занимается лечением голосов, ну, это такой более продвинутый вокальный педагог, более продвинутый логопед. Если человек потерял голос, это тот педагог, который сможет этот голос вернуть. Помимо этого, я занимаюсь в качестве младшего научного сотрудника на факультете нормальной физиологии РУДН всякими вещами, связанными уже с влиянием голоса на наш организм, на сердечную систему, на дыхательную систему. В общем, выясняю, действительно ли голос так полезен, как о нем говорят. Или, может, вообще лучше молчать. Может быть. Может быть, да. Некоторые лучше жевать, чем говорить. Предстоящий мой проект – это образовательный проект для вокальных педагогов и как раз фонопедов, потому что известно, что Россия в этом плане так пострадала. Мы до сих пор живем остатками педагогики академического вокала, и многие те вещи, которые справедливы для людей с мощными голосами, стоящими ровно у фортепиано или в сопровождении оркестра, эти самые вещи не работают, если вы хотите применять какие-то другие эффекты, какие-то другие приемы голосовые. Поэтому, чтобы наконец-то объединить, примирить тех и других и немножко вычистить наш педагогический язык, потому что всем известно, что много разных школ существует, и все школы, даже некоторые очень популярные, пользуются каким-то своим своеобразным языком. Некоторые при этом даже что-то заимствуют из анатомии, из физиологии, но не всегда в том… Правильно интерпретируют. Все равно это очень сложно изучать анатомию. Ни один вокальный педагог не будет изучать анатомию 7 лет, как это обычно в медицинских факультетах, и поэтому мы идем на какие-то упрощения. Но часто эти упрощения делаются в угоду вот уже той схеме, той модели, которую ты хочешь продвигать. И на самом деле мне пришла в один прекрасный момент такая идея, что можно это сделать, ну ту же самую анатомию изложить более человеческим языком, но именно с анатомической точки зрения, то есть не навязывая мое видение того, как должен звучать голос или какие структуры в этом голосе участвуют по моему мнению, а просто брать конкретные анатомические примеры физиологические и уже человеческим языком это все объяснять педагогам и фонопедам, потому что даже фонопеды, то есть те люди, которые должны в этом плане быть более продвинуты, они у нас именно в России почему-то до сих пор пользуются теми же самыми представлениями об опоре, да, что нужно постучать в грудь для того, чтобы обнаружить грудной резонатор, нужно каким-то образом щупать себя за животик, чтобы обнаружить опору. Это все, это, кстати, было такое мое самое сильное потрясение, когда я пошел учиться на логопеды и как раз ждал фонопедию, когда мне расскажут уже все про голос. Да, и первое, что со мной случилось, это та женщина, которая преподавала фонопедию, она постучала мне в гору. Сначала по голове и пошел, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что это заблуждение, наверное, или просто незнание, оно не только в России. В России, конечно, это очень массово, но у меня по скайпу есть ученики из очень разных стран, и они, в общем-то, говорят, что это повсеместная история какая-то, что люди в целом очень много где, вот что особенно опоры касается и так далее. У меня просто прошлое видео, мы сняли про опору, тоже там я про это говорила, что это прям очень распространенный факт, что везде все что-то там жмут, нажимают, эти с боксерскими перчатками там что-то выжимают и так далее, и что, ну, в общем-то, почему просто никто не пошел к врачам и не спросил, в общем-то, как это работает, если, ну, и всякие стереотипы, в том числе зажимы и так далее, они рождаются потому, что все думают, что вокал это что-то такое эфемерное, и, возможно, какие-то стереотипы про профессию вокалиста, преподавателя вокала, что это сродни там каким-то инфо-цыганам, да, которые там что-то толкают, просто потому что сфера какая-то очень спорная, якобы, как раз-таки из-за спорных понятий по поводу, как это все работает. И вот когда детям говорят, там, не иди учись на вокалиста, там они все наркоматы, там они вот все какие-то такие вот все просветленные, но на самом деле как раз-таки в том числе из-за того, что нет каких-то нормальных конкретных алгоритмов, может быть, действий, да, нормальных объяснений, а не там ляг, сиди, пой, поднимай рояль и так далее. И вот мне кажется, зажимы – это одна из тех же историй. Да, и причем я тебе больше скажу, что некоторые люди, которые занимаются физиологией, например, дыхательной системы, голоса, ну, голоса немножко отдельно, даже просто вот таких дыхательной системы, она с голосом связана, да, но ее можно обособленно рассматривать, потому что мы там дышим, занимаемся спортом, и всегда в этом участвует каким-то образом дыхательная система. И вот читаешь нормальную физиологическую книгу человека, который физиолог прям, и он вначале… Все было хорошо, и вдруг у него появляется глава, которая касается голоса, и там тоже начинается… Вечеринка начинается. Да, какие-то волшебные вещи, то есть как будто человек забыл все то, что он до этого писал, и что вообще-то все вот эти физиологические принципы, независимо от того, чем мы там пользуемся, тягаем гантелю или поем какую-то высокую ноту, все эти физиологические принципы, они одинаковы абсолютно. Вот. И как раз часто бывает так, что если мы обращаемся к другим каким-то областям, не связанным с голосом, потому что вот как-то справедливо, кстати, заметила, что вот как только касается что-то голоса, а, это что-то божественное, дар природный. Божественная материя, божественный дар. И мы это никак не можем поправить, только какими-то волшебными тоже пассами, действиями, щупанием за всякие там органы, которые можно пощупать, до которых могут дотянуться ручки педагога. Да. То есть те принципы, которые управляют всякими нашими функциями, они, в принципе, одинаковы и для пения, и для поднимания тяжестей, и для каких-то других вещей, более таких прозаических, вплоть до мытья посуды и прочего, и прочего. И часто можно для себя какие-то такие инсайты подцепить именно из областей, которые не касаются вокала. Там как раз вот этого флёра волшебного нету, и мы смотрим, там объясняются какие-то вещи простыми словами, и понимаем, что то же самое применимо и к пению. И вот мой самый такой любимый, такое любимое выражение, что пение, голос, голосообразование – это вообще-то движение. Да. Да, это подтверждает, это движение, это движение. И вот те принципы, которые руководят нашими движениями, вообще, да, телесными движениями, сокращениями нашей мускулатуры, они характерны и для вокала, для управления нашим голосовым аппаратом. Где наибольший вот такой материал, да, наибольшая информация накоплена по всяким движениям, по тому, как мы разучиваем движениям, по тому, как мы их автоматизируем, по тому, как этот процесс может поломаться и так далее. Это всякие, ну, во-первых, есть отдельная прям физиология движения. Литература какая-то есть. Да, и есть наука такая, да, физиология движения. И, во-вторых, наши братья-спортсмены, там очень много сделано для того, чтобы понимать, почему какие-то люди добиваются больших результатов, какие-то меньших, у кого-то лучше и сильнее получается, у кого-то склонность к более ловким, к каким-то быстрым движениям и так далее. Вот, то есть это всё есть. И в вокале те же самые принципы действуют, потому что, начиная с того, что вокальные мышцы, мышцы нашей гортани, это те же самые поперечно-полосатые мышцы, которые у нас имеются в руках, в ногах, то есть вся вот эта скелетная мускулатура, которая в нашем организме содержится, она теми же самыми свойствами обладает, что и мышцы нашей гортани. Поэтому по управляемости это одни и те же принципы. Есть ещё другой тип мускулатуры, гладкая мускулатура, которая не управляется нами напрямую, она выстилает всякие там внутренние органы, типа кишечника, и мы не можем ускорить наш кишечник. Давай, давай, давай. Он там работает сам по себе. И вот часто просто ещё встречается, недавно буквально видел какое-то упражнение, у блогерки, которая тренирует гладкую мускулатуру мягкого нёба. Так вот гладкой мускулатуры мягкого нёба не существует. Но там, конечно, есть гладкая мускулатура, это мускулатура сосудов. Окей, я поняла. Я просто пытаюсь себе представить. Вот мягкое нёба, оно тоже, ну если мы смотрим именно его как орган, который поднимается, опускается, это всё тоже поперечно-полосатая мускулатура. И опять же, тем же самым принципам подчиняется, что и мускулатура, там, допустим, бицепс, трицепс и так далее. Что нам важно ещё понимать в физиологии движения? Я сейчас такую самую простую схему, да, мы не будем углавляться в подробности. Самую простую схему. Вот в этой самой простой схеме три главных существуют звена. Первое звено, самое главное, как ты думаешь, какое? Не надо меня спрашивать. Ну самое главное звено во всём нашем организме. Мозг? Да, вот именно. Я смогла. Он у меня сейчас очень загружался. Спасибо, что вопрос повторил, потому что я... Нет, на самом деле я всегда говорю о том, что мозг, вот это распространённое тоже такое мнение, что мы мозгом пользуемся на 15%, а вот если бы мы на 100 пользовались, то... На 2 вообще говорят, мы пользуемся. Ну, наверное, те, кто говорит, тот пользуются на 2. Вообще-то все люди пользуются на 100% мозга, мозгом своим, потому что мозг ещё очень много выполняет всяких разных функций, о которых мы не думаем. Но если бы он эти функции не выполнял, то это было бы очень плохо для нашего организма. И, ну, собственно, когда у человека какая-то черепно-мозговая травма, это явным образом проявляется. То есть он не может что-то там сделать, хотя это всё, казалось бы, для нас прекрасно, замечательно, доступно, и мы не задумываемся об этом. И человек впадает в такое состояние, что иногда ему приходится задумываться для того, чтобы сделать какое-то элементарное действие. А иногда даже вот это усилие, да, именно мысленное, да, «я сейчас хочу что-то сделать», оно не помогает и даже может не возникнуть в мозге. Сама эта мысль не может... Хотя человек как бы не становится от этого умственно отсталым. Он наоборот, он всё это понимает, переживает, но просто вот эта функция он не может. Вот, поэтому мозг – это одно из таких самых главных звений. И это звено, самое главное, я его условно назову центром управления. Да, вот у нас есть такой центр управления, который взаимодействует очень-очень тесно с двумя другими звеньями. Второе звено – это вот, собственно, те мышцы, которыми он хочет управлять. Двигательное звено или моторное, если более научно назвать. То есть мозг посылает сигналы мышцам для того, чтобы они что-то сделали. Да, логично. Но мозгу нужно знать, а что они там сделали, вообще сделали не то или не то, что он приказал. Поэтому существует ещё второе звено – чувствительное, либо сенсорное. То есть мозг не просто так, а, я послал сигнал мышце, и пускай она там делает всё, что хочет. Нет, у мышцы есть свои какие-то рецепторы, которые сообщают о том, насколько она сократилась, насколько она растянулась. То есть потом есть ещё другие, если мы уже говорим о более сложных движениях каких-то, то вообще-то мы отслеживаем всё, если мы что-то делаем рукой, мы всегда отслеживаем и глазами это всё. И у маленького ребёнка, у младенца вот этот этап становления, координации зрительного отслеживания того, что он делает рукой – это очень важный этап, который тоже может, например, пострадать, и тогда у ребёнка потом не развиваются какие-то там функции, например, он писать потом не может. Почему? Потому что нужно же следить, что ты там делаешь. Но, естественно, помимо зрения, мы отслеживаем ещё кинестетику, то есть те ощущения, которые сами мышцы, сама наша кожа посылает в мозг. Не секрет, что можно на фортепьяно играть с закрытыми глазами, просто ощущая все эти клавиши, использующую память, да, помню вот это расположение, которое там было. Слух тоже очень влияет на то, что мы делаем, причём влияет, да. Это много, я просто перечисляю, все они известны, да, сенсорные эти системы. Слух тоже влияет, причём не только на голос. Вот я помню, как я учился играть на фортепьяно, и если менялся фортепьянный звук, у меня уже руки расползались в разные стороны, то есть мне вот эта обратная связь от фортепьяно, и даже я иногда больше на слух ориентировался, что я играю, и понимал, что я куда-то не туда нажал пальцем и поправлял это, а не за счёт глаз, да. Не следил я глазами, а именно на слух воспринимал, что я действительно правильно играю мелодию. Потому что когда уже начинаешь быстро это делать, то ты уже не думаешь о пальцах, да, ты думаешь о том, что играешь какую-то мелодию и ориентируешься на неё. Даже обоняние, даже иногда вкус, вот это всё. Всё, почему вкус и обоняние, потому что обоняние, например, у нас очень тесно связано с теми зонами мозга, которые отвечают за эмоции. И какая-то атмосфера поменялась вокруг, и ты уже меньше контролируешь то, что происходит, либо больше контролируешь. Да, когда даже ты какой-то запах почувствуешь, ты можешь перенестись как-то, как флэшбэк работает. То есть ты можешь почувствовать запах, и как будто бы в своей фантазии оказаться в том месте, где ты этот запах раньше встречал, например. Да. Но ещё для нас, для вокалистов, именно обоняние и вкус, на что они влияют? На то, что у нас начинают работать какие-то слюные железы, ещё что-нибудь, либо какое-то неприятное ощущение формироваться в глотке. Мы думаем, что это у нас уже что-то там засвербило, наверное, что-то со складками. На самом деле это какие-то более высокие структуры. Высокие структуры, да. Это, кстати, вот очень часто ученики говорят, у меня всё в порядке, у меня связки, там что-то першат, ещё что-то. Да, связки же практически невозможно почувствовать. Ну, если только совсем по ним хорошенько так ударить, то можно. Значит, вот эти прекрасные все советы по поводу того, что есть, что не есть, всякие орехи, шоколад и прочее, это на самом деле всё не про голосовые складки, это именно про наши ощущения в глотке. Например, у кого-то может быть неотслеженная аллергия на какие-то продукты. Потом вот эти все прекрасные плёночки от орехов, да, которые любят вспоминать, они действительно, они не на складках только осаждаются, они просто там могут на миндалинах зацепиться, ещё что-то, и это будет вызывать неприятные ощущения. И, естественно, любое такое неприятное ощущение для нашего организма, это сигнал к тому, что, наверное, что-то сейчас попадёт в нижний отдел дыхательных путей, и нужно откашляться. И даже если человек не откашливается, он немножко вот так зажимается, да. А почему зажимается? Потому что, собственно, кашель – это такая функция гортани, когда она хорошо сжимается для того, чтобы накопить давление хорошее под складками. А зачем? Это всё выплёвывается, чтобы очистить дыхательные пути от того, что там опасное накопилось. Вот. Три звена, да. Вот такое сенсорное звено, очень сложное, комплексное, вплоть до того, что окружающая обстановка, вот эта вся, мы какие-то моменты не отслеживаем. Но, допустим, слуховая даже составляющая, она же тоже сложная. Почему люди не любят, например, слушать себя на записи, да, потому что они слышат только прямую волну своего голоса. Они не слышат то, что к ним в ухо идёт по костям, то, что вот из помещения, да, отражается в разных помещениях, тоже по-разному, кажется, голос звучит и управляется. Сейчас мы к этому как раз перейдём. Вот эти три главных звена, да. То есть мозг всегда не только посылает команду, он ещё проверяет, насколько мышцы справились со всей деятельностью. Но мозг как бы не напрямую это всё делает. Ещё есть такой промежуточный фильтр восприятия. Понятно, что мы не можем, вот я сейчас много-много всяких чувствительных систем сенсорных описал, мы, естественно, не можем сосредоточиться на этом, на всём. И вот ты сказала, да, про воспоминание какое-то. И вот это воспоминание, запах, ещё что-то настроил тебя на один лад. А другое воспоминание на другой лад, и ты уже на другие какие-то нюансы обращаешь внимание своего голоса. И даже на что-то, допустим, перестало обращать внимание. Вот это всё такой своеобразный фильтр восприятия, который тоже достаточно активно меняется в зависимости от ситуации и от эмоционального состояния, от всего прочего. Значит, теперь посмотрим, как это всё в зажимы превращается вообще. Что это такое зажимы? Во-первых, я не люблю слово зажимы. Почему? Потому что как бы в любой непонятной ситуации говоришь, что зажимы. Не пой год. Поэтому будем разбираться. Несколько таких категорий, да, ситуаций, когда... Что вообще такое зажим? Как мы понимаем, что... И почему мы говорим, да, что мы наблюдаем, когда говорим, что у человека зажим? Это какая-то излишняя мышечная активность, которая не нужна вот в данном виде деятельности. То есть без неё можно было бы обойтись. Но она вдруг возникла. И мешает чаще всего. Да, и мешает. Почему такое происходит? Разные категории вот таких ситуаций могут быть. Первая категория – это непосильная задача. Наши мышцы, они имеют разную натренированность. Особенно если человек пришёл петь с нуля, да, он никогда этим не пользовался, он пытается сразу что-нибудь такое проорать, прокричать. Ему нужно удерживать определённую конфигурацию гортани. Но эту конфигурацию нужно удерживать стабильно, да. А эти мышцы, они у него ещё с такой работой не сталкивались. Поэтому они не натренированы. И что происходит? Происходит то, что когда какая-то мышца конкретная с задачей не справляется, она подключает другие. Я всегда привожу в пример сумку из супермаркета большую. Когда рюкзака нету, взяли пакет нагруженный, и вначале идём бодро и хорошо домой, без машины, без такси, без всего, да. Потом чувствуем, что начинают напрягаться плечи, шея, начинает гримаса какая-то на лице появляться и всё остальное, вплоть до того, что может заболеть голова, да, потому что мышцы шеи напряглись. Это вот всё как раз непосильная задача. То есть непосильная задача, она не обязательно должна быть вот прям такой точечной, да. Человек пришёл в фитнес-клуб, ему сразу 100 кило гирю дали, и он не может поднять. Это может быть там 20-килограммовая гиря, но он достаточно долго её тягает, и в какой-то момент наступает состояние, да, как говорят те же спортсмены, мышца забивается. А когда она забивается, да, сразу подключаются другие какие-то структуры. Это естественный процесс, потому что по-другому нельзя. И, соответственно, называть это зажимом некорректно. Просто задача вокального педагога оценивать, насколько подготовлен вокалист, и давать ему посильную нагрузку. Причём это не значит, что никогда туда не надо залезать, вот эта более сильная активность, да, почему? Потому что если мы никогда не будем туда залезать, то тогда никогда там не окажемся, да. Но нужно постоянно, дозировано, по чуть-чуть. Вот, кстати, в этом плане вокальный педагог, ну, часто же спрашивают, а можно без вокального педагога научиться петь? Вот в этом плане вокальный педагог может отследить, насколько человек близок к тому, что вот он сейчас перетрудится, да, и будет использовать другие мышцы для решения вот этой задачи. И, кстати, вот через это мы можем перейти к следующему варианту, как бы зажима, да, неправильное научение. То есть когда человек, не обращая внимания на то, насколько он устал, да, пользуется вот этими структурами лишними, какими-то мышцами, еще чем-то, и так себя приучил. Ну, потому что вот всегда было трудно, и незачем отвыкать. У меня вот, прости, перебью, пришла ученица, она говорит, я привыкла превозмогать, когда я расщепляю, я привыкла прям, а потом, когда она потихонечку от этого отошла, она говорит, боже, так легко это делать без какого-либо давления лишнего всем телом, и получается намного легче. Ну да, это тоже вот есть определенные привычки, которые мешают новой, получается. То есть вот это то, о чем мы говорили, непосильные задачи, это как бы вот такой, ну, скажем так, недостаток, да, ненатренированность мышц, то есть это со стороны двигательной, именно двигательного звена. А вот неправильное научение, это уже туда мозг подключился, то есть он вот привык, кстати, настроил свои фильтры восприятия на то, что да, если я не напрягаюсь, да, если у меня высокая нота, не напряженная, то значит это невысокая нота. Часто, кстати, бывает еще неправильное научение, если сами педагоги обращают внимание не на те мышечные структуры. Вот, например, не знаю, как сейчас, да, меня учили, что опоры, это какое-то напряжение животика, вплоть до того, что я толкал животом палочку, отталкивался. Вот. Все толкали палочку. И пихали. И пихали палочку. И это уже, опять же, любая тренировка, любое упражнение, это настройка не только мышц, это настройка и фильтра восприятия, потому что педагог говорит, на что обращать внимание, то есть это настройка и мозга, и настройка сенсорных всех этих систем, то есть мы выделяем что-то одно, на другое забиваем. И, собственно, тренировка мышц. То есть всегда вот это тройное взаимодействие, оно существует. И когда тебе говорят свое внимание направлять на те мышцы, которые не... Да, это все равно, что вот опора, да, с обращением внимания, причем, заметь, что много разных есть методик, да, кто-то говорит, что нужно поджимать животик, кто-то говорит, что выпячивать, кто-то говорит, что нужно грудную клетку расширять. Вот это все как раз потому, что на самом деле вот эти все моменты несущественны. Потому что у нас есть, допустим, еще диафрагма, которой мы практически не управляем никак, как бы мы там ни пучили глазки, животик и прочее. И поэтому диафрагма, она, так как она неуправляема, вот что бы мы ни делали с внешней, она всегда найдет выход. Но просто если мы вот этим пытаемся управлять, мы можем так науправляться, что будем мешать ее работе, например. Вот. Поэтому адекватные задачи, конечно, это именно звук, который получается. То сопротивление, которое мы наказываем воздушной струе, не случайно все вот эти прекрасные упражнения с м-м-м-м-м-м-м, да, популярны, потому что это упражнения с полусомкнутым вокальным трактом, и они как раз осуществляют настройку того, как наш вокальный аппарат сопротивляется воздуху, и как мы этот воздух создаем. Ну, вот это давление, его энергию, как мы ему сообщаем. А как конкретно, какие мышцы при этом у человека напряглись, это неважно еще и почему. Их много одновременно. Их много, это первое. Второй момент, вот эти все представления об опоре, они напоминают то, с чего я начал. Они все к нам пришли из оперного вокала. Что делает оперный певец, певица? Они стоят ровно у рояля. Если человек, любой рокер, бегает по сцене, заводит толпу, публику, если человек что-то такое делает, то вот эти мышцы, вот эти дыхательные мышцы, может быть, для кого-то открою секрет, даже диафрагма, они участвуют и в движении, и в создании, поддержании поза. И получается, что вот в этот момент, когда человек прыгает, бегает, что-то делает, мозг решает, и еще поет, да, мозг решает три задачи, и ему эти задачи нужно постоянно совмещать. Двигаться этими мышцами, дышать этими мышцами, чтобы вообще-то газообмен происходил, иначе вокалист задохнется прямо на сцене, вот. И петь, то есть нужно еще как-то выдох обеспечить какой-то, чтобы это все звучало. Я обращаю внимание на окружающую среду, потому что я тут тоже так быстренько перебью. У меня был однажды концерт в 40-градусную жару, и я реально, когда держала очень долго скримовую ноту, я ее отпустила и чуть не упала в оборок. Именно от того, что просто воздуха не хватает, жарко очень, ты мокрый, влажный, и я еле на ногах, на самом деле, удержалась. То есть в идеальных условиях вот эти минимум три задачи. Еще четвертая, может быть, не умереть, как бы задача. Ну вот, и получается, что если мы пытаемся... Даже это можно назвать анкеровкой, да, и сказать, что это не относится к двиганию, это просто мы дыхательным мышцам помогаем каким-то образом, там, мы выстраиваем наше тело, да, чтобы дыхательные, голосовые мышцы там как-то более уверенно и свободно работали. Это тоже не работает. Почему? Потому что анкеровка опять, она статична. Ну, ты, получается, какие-то мышцы приводишь в действие, и это просто влияет на воздушный поток. Нет, это влияет на воздушный поток. Это на все влияет, это влияет на голос, да. Но это влияет на голос. Ну, вот те примеры анкеровки, которые я видел, они все были статичны. То есть мы встали, что-то там сделали такое, и вот голос зазвучал у нас, потому что мы его анкеруем, да. Но я же на сцене не постоянно стою, а как мне эту анкеровку почувствовать, когда я там бегаю, прыгаю, висю, вишу вниз головой, если я какой-нибудь там мизикловый. Слея пинг, которая там перепрыгивает с этих. Вот, то есть это все как бы опора, и анкеровка это такие немножко устаревшие в этом плане понятия, и они как раз могут сформировать зажим, если человеку указывать вот на то, какими мышцами он этими внешними делает. Почему? Потому что, когда мы говорим, сделай что-то телом, мы настраиваем мозг на то, что он сейчас работает именно на позу какую-то, еще на что-то, да. На голос он не работает. Голос может лучше стать, а может хуже стать. И встречаются такие случаи, да, которые человек себе прокачивает там опору, а голос от этого, да, лучше не становится. Такой тоже у меня пример когда-то был, что самая толстая диафрагма вообще-то у пауэрлифтеров. Но не сказать, что у них самые лучшие голоса при этом. То есть диафрагму тоже можно натренировать, как раз на поднятие тяжестей. Она мощная, она хорошая, она обеспечивает вот тот объем воздуха, который ему нужен, да, потому что ему нужно кислородом свои мышцы обогатить. Но при этом голос у него может быть любой тоже. То есть как бы прокачка отдельных мышц, если мы не учитываем вот эту комплексность, да, она тоже может вести к зажиму. Почему? Потому что эти мышцы сами по себе не важны для вот конкретной ситуации. И на самом деле один и тот же звук, когда мы лежим, когда мы стоим, когда мы приседаем, когда мы бегаем, мы создаем с разными усилиями и с разной координацией вот этих мышц. Вот это нужно учитывать, делая разнообразной практику вокальную, да, для наших вокалистов. Далее. Вот я говорил о непосильной задаче, о том, что может быть неправильно научение на фоне этой непосильной задачи или просто потому, что неправильно сформулирована сама двигательная программа педагогам. То есть педагог настраивает фильтры ученика на обращение внимания вот на это, но на это лучше не обращать внимания, лучше обращать внимание на что-то другое. Еще может быть новая задача. Что такое новая задача? Никогда не делал ничего подобного. Да, новая задача, это вот как раз еще мозг не знает, как конкретно, он примерно представляет, да, что он может это сделать. И такой тоже мой самый любимый пример, я его часто повторяю. Почему? Потому что он как раз показывает, что вот эта новая новизна этой задачи никак не сопряжена с ее действительной трудностью, да, что там мышцы как-то должны при этом напрягаться. Это, вот ты у нас уже автомобилист. Это когда... Человек впервые садится за руль автомобиля, и он делает так. Хотя, ну... Я прям вот так ехать, зубы сжимала очень сильно от страха. И это мы, помнишь, тогда с тобой тоже говорили про экстрим, и я тоже привел в пример, что ни один инструктор вождения не борется с зажимом там лобным, каким-нибудь челюстным. Он не говорит тебе, давай сейчас разомнем. Да, у меня, кстати, говорил, типа, да ты расслабься, мать, ты что-то вообще как-то так отпусти руль. Вот, но как бы у них нету специальных упражнений. Он просто тебе говорит, расслабься, да, но у него нету специальных упражнений. Он тебе не говорит, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Сейчас немного отдохнем и опять рулить начнем, да. То есть такого нету, да? И вот как бы новая задача... Новая задача, она на самом деле, она ставит вот перед мозгом, вот ему нужно каким-то образом решить ее, да? Он еще пока не знает, как. И вот основная работа... Вот вообще, сейчас будут добрые слова в сторону всех тормозов. А, да, да, да. И вот меня тоже... Потому что основная функция нашей нервной системы вообще-то торможение. То есть как бы чего не вышло. Потому что если мы не будем вот это все оттормаживать... Инстинкт самосохранения какой-то получается. Не только инстинкт самосохранения. Вот тонус наших мышц, это вообще-то унаследованные всякие движения червеобразные, да? Которые у рыб наблюдаются. И если... И эти движения, они записаны у нас на стволовые структуры мозга. То есть более ранние, которые раньше сформировались эволюционно, да? А наша кора эти все движения оттормаживает таким образом, что это превращается просто в тонус, да? В готовность двигаться. Если вдруг повредить кору в определенных зонах, и она перестанет контролировать, то у человека будут непроизвольные, например, сокращения пальца, да, всякие тики, атотозы, они называются, хореи и так далее. То есть это... Вот это все заторможено нашей нервной системой более высшими структурами. И когда встает новая задача, то мозг говорит, мне нужно ее максимально четко выполнить. Я не знаю как. У меня вот столько всяких степеней возможностей. Я могу к рулю вот так, подойти слева, справа, да? И это все тоже, кстати, оттормаживается, да? Все наше воспитание, на самом деле, тоже оттормаживает. Не ори, не кричи, не бегай. Вот это все. Но на самом деле, даже многие те вещи, о которых мы не задумываемся, это тоже торможение, да? Иначе бы мы сейчас с тобой не сидели спокойно, а тут тоже танцевали, прыгали, бегали и так далее. Вот. Поэтому, когда вот встречается новая задача, он делает вот так. Чтобы ни один лишний мускул не двинулся, я точно, да, попаду в эту клавишу. Вот я хочу в нее попасть. И вот таким способом, когда я все зафиксировал, все вот эти звенья, да, потому что у меня же тут много звеньев всяких, я с большей вероятностью попаду туда, куда я хочу, да? Потом мозг постепенно вот из этого движения вычленяет. А вот здесь я могу подрасслабиться, здесь я могу подотпустить, и получается более плавное движение. И это тоже естественный процесс, да? То есть это не зажим. Это процесс просто становления. Да. И не надо специально там, особенно меня радует, когда там, вот, кстати, это от Станиславского пошло. У него в книге как раз работа актера над собой, по-моему, у него там было описано, что вот у актрисы какой-то не звучал голос, и мы заметили, что у нее зажимается бровь. Вот. Ну, то есть бровь, это они посчитали, что это как бы причина, да, ну, там так, по крайней мере, описано, но это следствие просто. Ну, бровь зажимается. Они просто не видели, что там у нее еще зажимается. Вот. Но с этим можно бороться, и с этим можно бороться, не разминая бровь, да, не разминая челюсть, а просто грамотно, постепенно отрабатывая навык, да, наращивая нагрузку, навык, постепенно усиливая, да, постепенно делая более разнообразными эти движения. И вот как раз к следующему иду пункту. Это непривычные условия. Мы частично уже об этом говорили. Непривычные условия – это вот когда поменялось что-то, как мы с тобой говорили, в среде, да, вокруг. Я привык, что у меня здесь в ванной эхо, да, хорошее, и я хорошо звучу, пришел на студию, там все как-то глухо, сухо, и все, я уже не звучу. И на самом деле, вот непривычные условия в этом плане не отличаются от новой задачи. Потому что, я сказал, да, все три звена, они постоянно друг с другом взаимодействуют. То есть поменялось что-то в сенсорной части, и мозг думает, о, я так еще не работал, это что же мне нужно сделать такое? Надо притормозить. И опять же возникает, вот так как это мозг оценивает это как новую задачу, он опять может напрячься. И часто вот такие вещи как раз называют уже эмоциональным тоже зажимом, потому что, ну, вот непривычные вроде обстоятельства, остановка, наверное, ты переволновалась, а вот сейчас освоишься, да. На самом деле осваивание происходит не в этом плане, а в том плане, что нужно там позвучать, покричать, что-то поделать, свыкнуться именно с условиями, с уже поменявшимся. Да, да, вот это все. И, естественно, как с этим бороться? С этим тоже не надо человеку массировать плечи, потому что они у него зажались. А нужно человеку постоянно, если это вокалист, да, помещать себя в разные условия, да. Поэтому нужно выходить на сцену, да, не только перед педагогом петь. Петь перед там родителями, перед собачками на улице, там вот это все, да, вот эти все практики. Это больше не... Хотя эмоции тоже влияют, да. Мы говорили о том, что эмоции настраивают как раз наше восприятие. Мы начинаем думать о чем-то там, что нас волнует, да, но еще больше нас накручивает. Мы теряем контроль. Кстати, в этом плане эмоциональным очень хорошо помогают дыхательные упражнения. Особенно на длительный выдох. Почему? Потому что длительный выдох, это особенность вообще нашего дыхания. Оно регулирует так, как оно должно еще взаимодействовать с сердцем. Почему должно взаимодействовать? Ну, диафрагма поднимается, уменьшает объем для движения сердца, поэтому ему нужно как-то по-другому там биться. Диафрагма опускается, объем больше становится, сердце тоже к этому должно подстраиваться. Поэтому, когда мы делаем длительный выдох, это все настро... А, и все вот это регулируется, опять же, нервной системой, да, только вегетативной, та, которая не подчиняется нашему контролю, но та, которая может подчинить своему контролю нас. То есть она эмоции вот эти тоже формирует. Сейчас я договорю быстро. Поэтому длительный выдох, всякие вот такие выдохи, как правило, успокаивают. Почему? Потому что с выдохом как раз связана активация то, что называется парасимпатическая система, когда мы расслабляемся. Эта парасимпатическая система у нас отвечает за состояние eat and sleep, вот это все. То есть мы там успокаиваемся, приходим в себя и начинаем более адекватно оценивать обстановку, да, ловить те сигналы, которые нам помогают управлять нашим голосом. То есть это тоже не зажим, это просто вот такая... То есть мозгу нужно разобраться, куда он попал и как он может с этим справиться. Ну, я просто хотела добавить, что как ни странно, психологи, когда работают, они тоже советуют именно дыхательные упражнения во время стресса как-то замедлиться, прийти в какой-то контакт со своими чувствами. Да, единственный такой момент, это всякие американские сериалы и фильмы, они, я не знаю просто, насколько это сейчас у нас в голову внедрилось, но я просто заметил, что там часто показывают, что человеку нужно дать пакет, чтобы он в этот пакет подышал. Нет, такого не должно быть. Ну, там считается, что так как человек дышит в пакет, там накапливается углекислый газ, и это каким-то там особым образом влияет на его состояние. Нет, тем более там всегда показывают вот такое дыхание, такое дыхание наоборот, перевозбудит нервную систему. Спокойный, равномерный, длительный выдох. Можно, кстати, даже не доводить до такого состояния, когда уже не хватает воздуха, да, просто более длительные выдохи, они просто помимо нашей воли рефлекторно действуют, успокаивающие на нервную систему. И остается еще момент патологии, то есть действительно может что-то такое нарушаться и в нашем мозге, и в нашем организме, что будет. Но опять же, это патология какая-то конкретная, это не зажимы, причем удивительно, насколько вот эта идея зажимов вросла в мозг именно вокальных педагогов, потому что однажды мне одна такая педагогиня написала, ну как же не бывает зажимов? Вот у меня, у одной ученицы немножко там есть такое состояние, когда нижняя челюсть, она короче. И вот она говорит, вот у нее короткая челюсть, и у нее же от этого зажим, ей, наверное, нужно обратиться к ортодонту, чтобы там что-то сделать. Ну вот действительно, человек с одной стороны правильно называет вот это изменение, короткая челюсть, действительно, изменение какой-то прикуса, может просто влиять, то есть человеку становится, он пришел на вокал, до этого пользовался своим ротовым вокальным аппаратом, и все было в порядке, а тут вокал предъявляет к нему какие-то новые повышенные требования и не справляется, и возникает какая-то вот такая компенсация. И это патология, но это патология челюсти, это не зажим. Просто человек должен как-то с этим жить, либо обратиться действительно к специалисту, который каким-то образом это исправит и облегчит его ситуацию. То есть это тоже не зажим, это вот конкретное изменение какое-то. Могут быть такие, мы как раз хотели еще про твоего ученика поговорить, бывают действительно то, что называется гипотонусные дисфонии, либо иногда бывают какие-то порезы, небольшие, то есть снижение подвижности голосовых складок или гортани, каких-то мышц гортани, и тогда человек может вот эту пониженную активность уровня голосовой щели, например, компенсировать, как мы... Это, кстати, к вопросу о том, что мышца не справляется, другие мышцы начинают подключаться, и часто у таких людей, у которых гипотонусная дисфония, у которых какой-то порез, у них часто вот эти все расщепленные звуки сами по себе подключаются, особенно когда они очень устают пользоваться этим голосом, и единственная опасность таких состояний в том, что они эти все структуры подключают неосознанно. То есть как придется, как попало, уже в момент, когда они совсем истощены, у меня была такая вокалистка, которую все хвалили за ее прекрасный гроул под конец концертов, а она просто уже не могла по-другому, у нее там все хрипело. Но самое интересное, что если с такими людьми, вот с пониженной функцией именно голосовых складок, аккуратненько заниматься расщепленными звуками, то есть вот эти все надскладочные структуры учить именно осознанно, их подключать, управлять, то у них даже исправляется состояние голоса. Но только, опять же, не сразу с ора начинать, а аккуратными такими. Раньше любой расщепленный звук, любой классический педагог, который занимался только по классическим каким-то академическим методикам, он бы отнес вот к такому зажатому какому-то... А до сих пор это происходит? До сих поголовного? Тем более. Поголовного. Вот. Хотя на самом деле часто бывает так, что на расщепленных звуках, если мы говорим об уровне голосовой щели, то там наоборот более расслаблено, чем на каких-то чистых звуках, громких там и высоких. Вот. Поэтому элемент вот этой патологии, которая может быть в разных местах, мы сейчас сказали, что если мышцы плохо работают, то это со стороны даже не мышц, да, а нервной системы. То есть поврежден каким-то образом нерв, поэтому он не передает сигнал мышцам. Это может быть, кстати, снижение слуха, когда человек... Ну, если слух снизился, то человек слышит не только окружающих, да, но и себя не слышит. И поэтому он пытается вот этот уровень громкости дотянуть с помощью повышающейся голосовой энергии, да, а мы вообще-то не предназначены для того, чтобы сутки направлять, несмотря на то, что говорят, да, что нужно, чтобы голос всегда звучал прекрасно громко. Нет, там определенные всего границы, да, даже у оперных певцов существует лимит, там, 4 часа в день, да, и они оперу не с самого начала до конца поют, а у них там есть номера, в которые они выходят, да, потом там есть всякие увертюры и прочее, то есть вот трехчасовая опера это не 3 часа пения со стороны вокалиста, вот, поэтому люди пытаются компенсировать недостаточность слуха, недостаточность того, что они себя не очень хорошо слышат, за счет того, что повышает голос, и опять же это вызывает перенапряжение, а перенапряжение почему? Потому что, опять, непосильная задача постоянно... то есть, почему я не люблю слово зажим, еще раз повторю, потому что, вот мы сейчас рассмотрели, да, много разных причин, а хочется, ну, если одно слово, да, то одним и тем же методом с этим справляться, ну, сейчас вот часто действительно разделяют на психологические и физические, да, зажимы, но этого тоже недостаточно, потому что в каждом таком случае, опять же, какие-то нюансы будут, и важно понимать, вот то, что сейчас демонстрирует ученик, это нормально в его ситуации, или это какая-то вдруг патология, допустим, если человек не начинающий, да, продолжающий, давно поющий, у него не было никаких проблем, а вдруг появился зажим, направить к паниатору человека, если вдруг, это, кстати, ответственность тоже педагога, отслеживать состояние голосов своих учеников, учениц, и если вы замечаете, что было все хорошо, и вдруг стало все плохо, во-первых, разобраться, что там произошло, кстати, о психологических зажимах, действительно, эмоциональная, опять же, ситуация, настройка, да, на разные, на что человек обращает внимание, это тоже влияет, да, но это, опять же, это не работа вокального, и не работа вокального педагога, да, потому что, если у человека какие-то траблы, там, на работе, в семье, и так далее, и это ведет к тому, что у него голос как-то хуже звучит, значит, нужно идти к психотерапевту и разбирать эти проблемы, то есть, вот, и это нужно понимать, да, то есть, хотя можно сказать, что занятия вокалом, они немножко человека расслабляют и так далее, но корень проблемы все равно вокальный педагог не может. Да, тут еще другая есть сторона, что иногда, вот опять же, к слову, вокал расслабляет, или вокал там, конечно, он застал, если ты погромлишь, так здорово, у тебя, конечно, тебе становится веселее и так далее, но опять же, может чрезмерно, эмоция может повлиять тоже на какое-то чрезмерное давление, то есть, если человек начинает вкладывать излишние какие-то силы в экстрим вокал или просто в вокал, это тоже может провоцировать какую-то травму, не дай бог, или что-то такое. Ну да, да. Да, а насчет фониатора, да, за последнее время как-то у меня так получилось, что я троих учеников где-то отправила к врачу, как раз таки потому, что стали у одной это после сильного кашля, после болезни начались какие-то странные призвуки, у другого они в принципе все время были, вот он пришел, они у него есть, третья там перепухала в караоке, опять же, сильно орнула и тоже, хотя там оказалась не травма, там оказалось, что в принципе у человека это была такая последняя капля, там уже были, опять же, не проблемы вот на складках, а вокруг были проблемы, которые мешали как раз таки работе, да, вот у одного оказалось, что одна складка там плохо функционирует, то есть то, на что реально преподаватель не может повлиять и не должен влиять ни в коем случае, надо в этом плане, я знаю, что очень многие преподаватели боятся отправлять к фониатору людей, думают, что на них какая-то там, он мне испортил голос, но в большинстве случаев, вот сколько раз я отправляла, ни разу ученик так не сказал, как раз таки потому, что, либо он действительно дома сам перенагружался, я когда спрашиваю, а сколько, как ты дома тренируешься, ну, пять часов подряд, я пою экстрим вокалом, до свидания, как бы, да, и вот, к слову, еще сказать, что очень часто ученики задают вопрос, а я один такой тупой и так долго не понимаю, это вот как раз то, о чем мы вот долго-долго сегодня разговаривали, это процесс вот настройки новой, да, то есть новых каких-то действий, у каждого он индивидуальный, наверное, да, темп свой. И самое главное, да, еще раз напоминаю, на самом деле все это тренирует прежде всего мозг, а наша чувствительность, настройка на какие-то определенные ощущения, когда ты говоришь, почувствуй то, обрати внимание на это, ты настраиваешь человека на нужный лад, да, ты его не тычешь в грудь, не, не, а делаешь те вещи, которые способствуют потом тому, что он лучше это все контролирует, кстати, к вопросу еще о патологии, да, и о том, как могут поменяться условия, и как новые условия влияют на то, как мы это все делаем. Естественно, в состоянии болезни не стоит, в состоянии сильной усталости, опять же, мы помним, что, да, переутомление, мы помним, опять же, что пение, это движение, если вы еле волочите ноги, добрались до постели, при этом пытаетесь еще что-то проорать, это требует, геройствовать, лучше спать под фанеру, если вам очень уж прям плохо. Вот, то есть, вот эти условия, в которых, да, мы осуществляем вот это действие, они могут быть и внутренние, в том числе, то есть, болезнь, почему часто говорят, что не нужно петь на, ну, при простуде, да, просто потому, что меняется внутреннее ощущение, и кажется, что вот этот звук получался раньше с меньшим усилием, теперь требуется большее усилие, если в момент болезни вот это состояние постоянно эксплуатировать, тренировать, то потом, излечившись, да, опять же, и могут сказать, это зажим, но это, опять же, неадекватное научение, потому что еще один такой момент, да, немаловажный, про научение, мы продолжаем учиться постоянно, то есть, все наши тренировки, все наше, и даже выступления на концертах, все это постоянно какая-то монетка в копилку нашего опыта, который постоянно видоизменяется, и, собственно, за счет этого происходит совершенствование, если этот процесс прекратить, то наступает через некоторое время регресс какой-то, да, вот, поэтому, да, очень важно, чтобы вот эти условия, в которых выполняется, во-первых, с одной стороны, не менялись, да, но с другой стороны, чтобы они были адекватны, то есть, тренироваться в болезни не надо, потому что болезнь, это неадекватное состояние, то есть, если вы тренируетесь постоянно в болезни, с ларингитом, каким-нибудь, то, значит, вы и должны постоянно выступать с ларингитом, да, вот, ну, а это неестественное состояние, поэтому, вот, об этом тоже стоит помнить, Каждый раз, когда мы что-то делаем, поем, мы сообщаем мозгу какую-то новую информацию, и эта информация может, несмотря на весь наш опыт, на то, что мы там прекрасные какие-то вокалисты, может нас все равно в ту или в другую сторону уводить. То есть в сторону более лучшего голоса, более лучше одеваться, я стану более лучше одеваться, но вы поняли, и менее лучшего. Ну, в общем, в разные стороны, да, то есть опять же к вопросу о том, прекращать ли занятия с педагогами, если ты уже маститый артист, вот любимая многими Селин Дион как раз часто показывает все вот эти свои прекрасные упражнения, которые она выполняет своим коучем, да, вокальным. Особенно если ты работающий артист, чтобы эту информацию в том числе переложить, эту ответственность тренировки себя. Да, 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 вплоть до того, что в туры, да, с собой берут они коучей. Вот, потому что постоянно нужно поддерживать форму, потому что все равно мозг, ну, опять же, да, если мы на языке не говорим, то язык забывается. То есть вот это действие, эти навыки, они тоже имеют свойство угасать такое. Ну, круто, спасибо огромное, Антон, я думаю, что это была исчерпывающая лекция, которую я пушну дико в рекламу, чтобы просто все вот эти вот люди, которые кричат про зажимы и про то, что они во всем виноваты, сгорели, например, в Адумбеке. Ладно, чтобы просто они тоже посмотрели эту лекцию и, может быть, чему-то научились. Спасибо вам огромное за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на Антона, ссылочки обязательно оставим в описании, ставьте лайки, бахайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А я с вами прощаюсь, приходите на занятия и увидимся в следующих видео.